Неземные истории и уникальные детали своего полета в космос Александр Лазуткин рассказал и ученикам 4-й школы, которая одна из немногих в стране стала полноценным участником международного проекта «Планета Икс». Герои Российской Федерации ребята слушали буквально затаив дыхание, затем космонавту задавали различные вопросы. Школьников интересовало многое. Мой коллега Олег Танзийский тоже не удержался и задал свой вопрос астронавту. Классный час 4-й школе назвали уроком мира. В гости пришел человек, который видел этот мир через стекло иллюминатора. За 30 минут летчик-космонавт Александр Лазуткин и о себе поведал, и на вопросы ответил. Но главное другое. Эти ребята впервые заглянули в глаза того, кто видел воочию неземную жизнь. Мне понравилось, как он рассказывал о подготовке в космос. Я даже не знала, что это так проходит. Как он прыгал с парашютом 150 раз, и как он пришел примеры на лету. Это же когда прыгаешь. Для вас это мужчина-герой на самом деле? Да. Это поистине храбрый поступок – полететь в космос. Задать вопрос космонавту лично не удержалась и наша съемочная группа. Возможность редкая. У Александра Лазуткина мы спросили, а правда, что космонавт, который вернулся на Землю, не может ходить? Можешь ходить, но это очень сложно. Потому что мышцы слабые, но мышцы еще позволяют, у тебя нарушается координация. Координация движения – это когда ты не думаешь, как идешь по ступенькам, а ножки сами идут. И поэтому ты должен идти и думать, какую ножку ставить, какую напрягать. Кстати, четвертая школа пока единственная в регионе, которая стала участником международного проекта «Планета-Х». Это некий конкурс, он пройдет в несколько этапов. Его цель – дать детям всестороннее развитие. Первое задание уже выполняют шестые и восьмые классы. Лучшие, возможно, отправятся в звездный городок. А там и до космоса недалеко. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.